Больше порыва конфликтовать У меня поднялась буря в душе Вот у нас в городе несформированные условия для 18+. Здравствуйте, уважаемые зрители, любители Я надеюсь, программа «Диванные эксперты» Сегодня съемки у нас проходят вообще в совершенно необычном месте Это зал со звездами, как мы его называем, Дворца детского творчества Только что здесь закончилось занятие в рамках школы «Лидер» Тема была самооборона И мы решили сразу по горячим следам, что называется Записать интервью с человеком, который провел это занятие Зовут его Александр, фамилия Логинов Это руководитель социального проекта «Добрыня» Человек, который погружен в здоровый образ жизни В единоборство Мы будем говорить о жизни О жизни, о ценностях И о значении спорта И чего-то еще такого доброго В нашей с вами обычной ежедневной, каждодневной деятельности Александр, здравствуйте! Всех приветствую! В какой момент появился ваш социальный проект? Почему вы решили вдруг заняться не только спортом для себя А еще чем-то для других? Ну если говорить про тему спорта вообще в жизни То в рамках группы «Продленного дня» Вот в школе, я помню, занимались еще были Сейчас, по-моему, нет такого уже У нас была секция «Корослегкая атлетика» И вот, собственно, с отцом Сергея Я, Владислав Сергеевич, был мой первый тренер по легкой атлетике Кугукин У него прозанимался с первого по девятый класс И настольным теннисом Много секций, так скажем Любознательным был ребенком Пробовал То есть это, ну, спортивная моя жизнь Она вот с 7 лет началась с первого класса И потом он продолжалось, грубо говоря Основной вид спорта я выбрал В 15 лет перешел в секцию борьбы К Виталию Карловичу Михайлову Который вот, к сожалению, ушел уже из жизни Социальной деятельностью это в 2013 году 10 лет назад Да, 2013 год это, опять же, случайно стечение таких обстоятельств Но я, как убедился, в жизни случайно ничего не бывает В Воломасово было организовано какое-то мероприятие Опять же, на тему грантовой поддержки со стороны администрации Что-то такое, то есть И я, так как не пренебрегал никогда Любыми полезными какими-то мероприятиями информационными То есть решил туда съездить, посетить И вот в рамках там мероприятия Как раз было задание Придумать что-то полезное для общества Я вот помню, тогда у меня появилась идея Это спортивные комплексы Установка в каждый двор Минимальные турники-брусья, которых не было Вот, как вот, опять же, по рассказам Я в советское время в осознанном возрасте не застал Но вот у меня старший брат, отец Рассказывали, что и по фильму, опять же По дворовых территориях стояли Такие спортивные комплексы После, я помню, даже Была программа Турник в каждый двор Вот у нас администрация, по-моему, так и не реализовала Эту идею Но я присутствовал там Открытый стол был по спорту Эта тема обсуждалась У нас много, к сожалению, обсуждается Как раз и не доводится до конца И вот в рамках того мероприятия Мне как раз и зародилось Именно имя я придумал Добрыня Если, в общем, можно долго рассказывать эту тему Но в 2013 году А что тебя это какая? В чем? На сегодняшней неделе? Или тогда, когда я... На сегодняшней, конечно Что было 10 лет назад, это уже было На сегодняшней, то есть начиналось это все с идеи в том, чтобы спор был доступен для молодежи Чтобы это было представлено в каждом дворовой территории В виде турников, брусев хотя бы, да А на сегодняшний день Это моими силами, силами неравнодушных людей, моих друзей, знакомых Мы делаем мероприятия различные, ну, как сказать, различные направленности Но все равно в теме спорта все проходит Ну, например, какие мероприятия? Ну, мы уже провели два турнира по физподготовке Один турнир, это в рамках 9 мая Это, по-моему, 16-й год Один турнир по физподготовке у нас, к сожалению, не состоялся Это трагический год, когда был ураган на протяжке То есть все уже привезли, были готовы реализовать Два турнира по силе удара проводил непосредственно Билинг куда? Это у нас... Я вот как раз занимаюсь, у меня один из коммерческих проектов Это запатентованный такой боксерский мешок Он измеряет силу удара Вот реальную силу Вот на территории СНГ и России Это единственное такое оборудование Вот у меня как бы есть возможность его привезти Я вот для людей, для ребят, кто единоборствами занимается Два раза мы его провели Также я два раза Департамент молодежи и спорта помогал Александр Семенович где-то отзывался Сашков Да, вот в рамках Дня Города два раза провел силовое шоу Вот я делаю лично, как бы сам, моя инициатива Тоже отдельная история Силовое шоу, это выходит и гири поднимают? Ну, различные силовые элементы, вот насколько вот, грубо говоря, моя спортивная жизнь Мне позволило развиться Так скажем, там, и координационные, какие-то сложные координационные вещи С гирями, со штангами Что-то из единоборств привнес Вот последний у нас в рамках Дня Города, Дня России Тоже интересно было там Новый номер мы придумывали Скажем так, на потеху публике Ну, то есть силовое шоу, оно и есть, как бы, шоу Вот, поэтому такие мероприятия потом Меня не раз приглашали в школу Я не знаю, это началось после чего Потому что я провел встречу с трудными подростками Это была моя инициатива А после, вот я помню, мне начали поступать звонки Приглашать в школу Хотя я себя, ну, не презентовал никак Не оратором, то есть Я говорю, я, если что, могу рассказывать Только здоровая жизнь Они говорят, отлично, нам это и надо Вот я в седьмой, если честно Вот в седьмой школе, вроде бы, была встреча с семиклассниками С трудными подростками Сегодняшняя наша встреча с ребятами по самообороне Она не получилась ли для вас какой-то выматывающей нервы Или действующей на психику Потому что возраста были Слишком большой разброс, да С четвертого по десятый класс, фактически, ребята И всего один человек был подготовлен Потому что он занимается единоборствами У Максима Тарасова А все остальные пришли поглазеть Полюбопытствовать, что-то как-то сделать Не было бы, не было для вас сегодня сложно Нет, сложно не было Достаточно, ну, просто Просто здесь сложность в чем? В том, чтобы донести до каждого слоя Вот возраста ребенка Именно его суть Потому что если бы они были все одногодки Было бы проще А сложности здесь для меня не было Я и с детьми занимался Ну, и педагогическое у меня есть образование То есть в рамках физкультуры и спорта Поэтому подход к детям у меня Ну, то есть имеется Опять же, вот В профтехучилище, когда проводили мероприятие Там был такой отчасти смешной момент То, что все преподаватели говорили Что больше часа ребята не высидят Там такие хулиганы у нас в Сарое учатся Ну, опять же, начнем с того, что я сам Выпускник профтехучилища Ну, не хулиган, да Вот Поэтому в любом, как бы, все равно Учебном заведении есть Ну, ребята хорошие, толковые, воспитанные Есть хулиганы Да, хулиганы Встреча прошла отлично У нас около двух часов Она длилась И поэтому все были во внимании, на фокусе А давайте мы спросим ребят, которые задержались Мы сегодня попросили несколько человек остаться Кто хочет? Добровольно исключительно Насколько вам было сегодня полезно и интересно? Тебе что понравилось? Что запомнилось? Что ты сможешь применить? Ну, я смогу применить вот этот прием Когда хлопают запястье То есть руки выкрутить И я еще хотела после съемок Просить, чтобы попробовать удушающий прием еще Потренироваться еще немножечко, да? Да, за что Чтобы пригодилось, да? Понравилось то, что дают приемы Которые может сделать даже слабый человек В плане девушки и мужчинам Я вот хотел спросить, между прочим Потому что мы сейчас от хулиганов далеко уйдем Ты встречался с хулиганами, получается И интересная штука Ты же единоборец То есть фактически ты людям, которые настроены Как бы на агрессивный образ жизни Еще и инструмент решил выдать Да, с помощью которого Еще и подсказал, как это можно Действия могут производить более серьезно Как ты к этому относишься? В этом плане я стараюсь, конечно, на мероприятиях Ну вот, когда ребята уже возросли И подросткового возраста Доносить вот эту суть О том, что без причины Естественно, этим пользоваться нельзя Это раз Во-вторых, все-таки занимающийся уже спортсмен Если он занимается Ребята, кто ходит Я уже убедился в этом Что у них вот эта моральная составляющая На правильных ориентирах И без надобности они применять свою силу не будут Поэтому сегодня на встрече так много было сказано Приходите в секцию Приходите заниматься борьбой Одиноборством и всякими вещами Призыв, да Я старался сделать призыв Потому что просто так, конечно Махать руками, кулаками По любому поводу Это неправильно И только у людей складывается стереотип О том, что это к агрессии Любови к единоборствам предрасположен Поэтому многие родители как раз Опасаются, остерегаются отдавать детей Вот, ну, это ошибочное мнение Я хотел бы просто мостик пробросить Потому что упомяну, что занимался у Виталия Карловича И те люди, с которыми я общался Которые у него занимались Они говорят, что как бы его тренерской работой Она не ограничивалась только тренерской работой Они говорят о неких жизненных наставлениях Вот в этом смысле как раз единоборство И то, как ты их преподаешь Вот оно как раз параллель имеет или нет Потому что все, кто у него занимался Все говорят, что есть какая школа Виталия Карловича Ну, я здесь выделю как раз то, что ты имеешь в виду содержание Именно, как бы Воспитательная составляющая Сам формат подачи информации Вот эта педагогическая составляющая Она мега важна То есть можно просто в сухую Так скажем, тренировать навыки, приемы, удары Но не доносить вот эту философию Какую-то жизненную мораль, нравственность То, что называется каким-то ориентиром Будет являться для Вот этих подрастающего поколения Которых пока еще прямые линии в Извильне не сложились И они только складываются Ну, мы говорим как есть То есть я здесь, скажем так, буду честен Потому что как раз в этом возрасте Когда гормоны бурлят То есть их норовит им и силу показать Где-то, ну, на улице и так далее Здесь очень важно Вот именно подача формата Психотип тренера Я это, кстати, наблюдаю очень часто То, что в игровых видах спорта Это отсутствует И очень часто ребята, занимающиеся Вот без камня, огород в игровые спорты Но там почему-то тренер-преподаватель Отсутствует эта философия вида спорта, так скажем То есть очень много ребят идут пить пиво Курить в подворотнях Это, ну, правда жизни Вот кто не согласен, честно Вот мне любопытно было бы побеседовать Я, в общем, часто такие картины наблюдал После хоккея, после баскетбола, после футбола Естественно, я говорю про любительский уровень Не про профессионал Ну, конечно Вот, ну А в единоборствах по-другому? У Карлыча было по-другому? В единоборствах любой вид единоборства, если взять Допустим, опять же, карате, восточная вот эта культура Самбо Наши, скажем так, уже Армейский рукопашный бой Это рукопашный бой просто Виталия Карлыча То есть, конечно, каждый тренер Исходя из своего формата Он как раз и существует И ребятами, потом адептами Вот последователями этой школы Они так это и превозносят, что это отдельная школа Карлыча, так скажем, называлась Потому что у нее были определенные понятия Там и так далее, и так далее Которые люди уже несут с собой Так же, как и в боксе у нас Забелин Известный тренер в Сарове Так же с определенными смыслами наполнял Как бы, ну, ребят Твой у отца тоже была своя какая-то школа Конечно, ну да, я вспомню Действительно так То есть, это как раз вот Это история Те, кто потом, может быть, спортом не занимается На серьезной основе, непрофессионально Они многие воспоминают как раз именно капитологическую составляющую Что он научил нас жить Правильно относиться к жизни И действительно вот эти грамотные установки дал Поэтому действительно вот это стереотипное восприятие Восприятие единоборства С другой стороны, даже я вот о чем, например, хотел бы спросить То есть, действительно факт, что человек, который занимается единоборствами Ему их и применять не надо То есть, он в какой-то сложной жизненной ситуации Он одним взглядом, условно говоря, своим, как бы, вот Своей уверенностью может остановить вот эту агрессию Вот это же тоже важная составляющая Я уверен, что это имеет место быть Ну, так же, да Но здесь, наверное, я разделил бы, скажем так Два мотива, почему так происходит То есть, наверное, и внутренняя уверенность Она, может быть, где-то читается Когда это необходимо именно у агрессора Опять же, если он в рамках соображает еще что-то Этот самый агрессор Это первая причина, да То, что у человека занимающегося Это внутренняя уверенность Она как-то передается Но на невербалике какой-то, да То есть, на невербальном уровне А второй мотив, наверное, это больше уже Кстати говоря, тоже такая личная статистика У ребят, которые не занимаются одиноборствами У них больше порыва конфликтовать Вот, например, у меня очень сложно Ну, я даже не только себя буду брать в расчет А ребят, кто у нас занимаются И тренерский состав Очень сложно вывести из себя То есть, очень много терпения Там, если кто-то мне наступит на ногу Заденет плечом Ну, честно, вот Отошел с того, что извините, да? Ну, как бы, да То есть, ничего страшного в этом нет Если это какие-то свои рамки Там, ну, как говорится Честь достоинства не задета То есть, ну Вот такие моменты Ну, а если я наблюдал часто Вот, опять же, есть и у друзей, и у знакомых То есть, обычные офисные работники Вот, серые будни Никак себя не разгружают Нет никакой физической активности Вот, спичку вот поднеси Вот, на дороге какой-то конфликт Кто-то им показалось подрезал Кто-то еще что-то Я рядом, бывает, в машине Еду и удивляюсь Ну, что причиной Для его агрессии, для злобы Зачастую, ну, больше Чем у людей, которые занимаются А почему-то у людей, наоборот, стереотипное мышление То есть, наоборот, на нас Камни-огород падают Что раз мы ходим заниматься Занимаемся единоборствами То причиной для этого является Как бы, вот, разгрузиться На этом боксерском мешке То есть, ну, совершенно Вот, противоположное я наблюдаю То есть, как раз В рамках вот сейчас самообороны Проведенного у нас Здесь часа для детей Я приводил пример То, что Человек, столкнувшийся с агрессией Мой хороший друг Спросил у меня Правильно ли он поступил Я ему спросил Как он себя повел в данной ситуации Он сказал, что Завел диалог С человеком, который был неадекватен Там, выпивший Либо еще под какими-то средствами Там, вот Я ему ответил То, что я Если бы Как он Сразу увидел Что человек находится В таком неадекватном состоянии Просто развернулся бы И ушел Не стал бы с ним вообще Вообще Не стал бы соприкасаться Если это не вынужденная мера Он же полез на рожон Как называется И из этого дальше Ну, без подробностей Начались там всякие Разборки А если говорить О спорте Как о таком Дополнительном инструменте Для людей Решивших связать Свою жизнь с армией С защитой Родины Это помогает У вас есть такие Личные примеры Друзей, которые занимались А сейчас, допустим Участвуют в СВО Или служат У нас в дивизии Или еще как-то Спорт им пригодился В выборе профессии И дальше В продвижении В этой профессии Ну, здесь, как правило У нас Есть военно-патриотические клубы Собственно говоря Дети, которые в них занимаются Как раз Я так полагаю И наблюдаю Они вырастают Больше предрасположенно Как раз идти В спецподразделения Там и так далее Если говорить Про мой личный опыт То я как тренер По физподготовке Занимался И занимаюсь С ребятами С нашего спецназа Когда они сдают На краповый берет Там и так далее Другие нормативы Выполняют То здесь опять Спорт, конечно Неотъемлемый Помогает И здесь просто Это неразделимые вообще вещи Когда мы говорим Про спецподразделения Про службу Специальное там Реагирование Вот Здесь рядовые такие Случаи Обычные службы В армии Ну конечно Здесь даже Безусловно Обсуждение не подлежит Можно я задам Вопрос дилетанта Про физподготовку Это что такое Физподготовка Это бег Прыжки Отжимания Или что Это процесс Направленный На развитие То есть Физических качеств Вот Поэтому Что она себе представляет Это Физические качества У нас Применимы К чему-то Многие Потому что Ошибочно Скажем так Трактуют Допустим Силу То есть Скажем Человек сильный Но Применимы К чему То есть Он либо Много поднимает С пола Штангу То есть Становую тягу Это в пауэрлифтинге У нас Вид спорта Который Скажем так Транслирует На широкую публику Силовые возможности Да Там Человека Вот Художественная гимнастика Это предъявляет Требования К гибкости Соответственно Физические качества Развиваются С упором С приоритетом На это Вы что делаете С краповыми беретами Бегайте Продите Применимы Уже Как бы Спорте Выше достижения Если мы уже говорим Потому что Краповый берет Это серьезное Такое мероприятие Вот Мягко говоря Поэтому да Обязательно Там в совокупе Развиваются Все физические качества Сила Выносливость Быстрота Гибкость Ловкость Вот И одно без другого Уже не обходится То есть В равномерной степени Задача Сбалансированная Если говорить про детей То есть Развитие всех Физических качеств У ребенка То есть Если вот Скажем так С первого класса А дальше же он может Уже Выбрать свой вид спорта К которому Опять же Предрасположен Я все-таки хочу Конкретику услышать Какую-то Что я занимаюсь Детьми Бегом Отжиманием Подтягиванием Алина Немножко по-другому На самом деле Вас построил Потому что У нас есть параллель Мы сейчас общаемся С Максимом Тарасовым И вот он сейчас Поднял серьезную проблему Потому что Если мы говорим О физической подготовке У нас сразу Слывает в голове Занятие физкультуры В школе В школе Называется физкультура И вот соответственно А насколько сейчас Вообще физкультура Отвечает тем требованиям Которые предъявляют Допустим тренера Когда набирают детей Уже непосредственно В свои группы То есть Действительно у нас Дети подготовленные Выходят из школы По физухе Для того чтобы Их можно было Чему-то тренировать Как вот с этим Сейчас обстоит Мое мнение Мой взгляд То что конечно же нет То есть сейчас На данный момент Уровень подготовки На уроках физкультуры Он намного ниже Чем Ну то есть Брать вот В 80-е года 70-е года Это несравнимые Вообще вещи Вопрос еще в том Что тренерский состав Педагогический состав Их больше обязывает Какой-то вот Бумажной волоките То есть Раньше Чуть проще С этим моментом было И поэтому Больше времени Уделялось Как раз на детей На физические упражнения Ну уроки Они не заполняют Никакие бумаги Они должны с детьми Отрабатывать Или в баскетбол Они играют Или бегают Или в лапту Или плавают Или на лыжах Или стреляют Я думаю все в совокупности Здесь по разным причинам Также и поколения Как вы уже упомянули То есть Лень Вот этот технологический прогресс Появление гаджетов Телефонов Интернета Всего прочего Ну все в совокупности Работает Но в том Что сейчас дети Уже в первом классе С ожирением Это то есть Ну факт Никто отрицать этого не будет Тот кто видит массовость Это еще фастфуд конечно От косилы Все правильно С другой стороны Мне не очень понятно Как физкультура работает Потому что есть же определенный норматив Который они должны выполнить И сдать Как они этого добиваются Ну БТО ладно Бог с ним Это отдельная история Все таки мы говорим О школьной программе Где существует наверное что-то Почему вот эти критерии Не выполняются детьми Ну да Если мы говорим ГТО это вроде как Дело такое добровольное А в школьной программе Все правильно Это некое дело Обязательное Сдача норматива Ну мне кажется То что сквозь Как-то вот Пальцы сквозь Вот смотрят на это Сдают Не знаю Сложно Я предлагаю Не обсуждать сейчас Качество занятий По физкультуре в школе А немножечко В другую сторону взглянуть Хорошо Вот приходят к вам Занимаются Уходят от вас Дальше Вы как-то отслеживаете Судьбы этих ребят Поддерживаете ли вы их Когда они взрослеют Приходят ли они за советами Продолжаете ли вы общение Как уже люди Не как тренер Воспитанники А как люди Нет, ну это вопрос Наверное не ко мне Потому что я Скажем так Нет, я имею в виду Я еще не тренировал Целое поколение Которое выросло И там 18 плюс Больше здесь вопрос Мне кажется К муниципальным учреждениям Вот к нашим Которые Как они регламентируют Когда ребенок Это на самом деле Острый вопрос достаточно Потому что Для детей То есть до 18 Условия Предусмотрены Опять же Не углубляясь В подробности Как только он Перешагнул этот возраст Ну Опять же Давайте честно Вот у нас в городе Не сформированы Условия для 18 плюс То есть Люди вынуждены Искать этот досуг Сами себе Организовывать На своем энтузиазме Если они не студенты Или не работают На предприятии Где спорту Уделяется внимание Я бы вот так вот сказала Есть вот прям Я не знаю Идеальная история Для этого случая Потому что Ровно 25 лет назад Ровно поколение назад Я сделал свой первый подход Попытку войти в журналистику И я писал тогда Я помню Для городского курьера Попытался написать статью Она была посвящена Ровно этому Еще был жив мой отец Я с ним проконсультировался И именно тогда Он обозначил эту проблему До 18 мы детей ведем Что происходит дальше Они уходят И соответственно Там работа, семья и прочее Спортом они не занимаются То есть это советская культура Вот как раз Преемственности Преемственности занятий спортом Она утеряна полностью И фактически Как вот ты сейчас говоришь То есть 25 лет как минимум прошло А ничего не подвинулось Ни в какую сторону Но все равно у нас сохраняются клубы И для взрослых людей И баскетболисты Волейболисты Вопрос личности Минифутболы Есть харизматичная личность во главе Что может собрать вокруг себя И как правило Опять же Это ограниченный круг Это те люди Которые раньше Допустим Занимались Будучи Там Вот они в этой команде И перешли Привлечение новых как бы членов Оно не происходит Действительно После 18 лет Спорт для саровчан Заканчивается По большому счету Да Проблему подняли Что делать не знаем Ну в общем По большому счету не знаем Нет Ну ей сейчас озвучиваются Всякие интересные вещи Сейчас же вот например Вот в городской думе Значит прошло совещание Да С привлечением Некого там приезжего товарища Они сейчас уже Всерьез подумают о том Что логично было бы разделить Департамент по делам Молодежи и спорта На департамент по молодежи И департамент по спорту Потому что вот эта попытка Размыть да Вот эти вот вещи Она как раз и приводит к тому Что и не там не там По серьезному Ну сейчас еще и возраст молодежи Поднимали Поднимали до 35 Это да Я скоро снова буду молодым Я чувствую А я вообще всегда молодая Я вообще Сегодня у нас на занятии Представляешь что он сказал 40-45 Это глубокий такой Почтенный возраст Спасибо У меня поднялась буря в душе Я даже стала вякать что-то Мне так отдернули Успокойся уже Хорошо Тогда вопрос на засыпку А сами вы Утром зарядку Вечером отжимания Приседания Какой-то индивидуальный комплекс Кроме тренировок По единоборствам В зале борьбы В зале борьбы Что-то для себя делаете? Ну я думаю Как бы людей Которые профессиональные Я профессионально занимаюсь спортом То есть если это подготовка К соревнованиям Это две тренировки В день, утро, вечер И поэтому уже Сложившаяся утром Зарядка Это как бы да Это как зубы почистить Да, это как зубы почистить А длинная зарядка? Спортсмены 30 минут, 40, час, полтора На самом деле нет Это обычная гимнастика То есть занимает 5 минут Пока можно сказать День на план Как ты план на день То есть выставляешь То есть не более того Ну это поймет только спортсмен Который занимается То есть это как Спортивный автомобиль Немного надо себя Стряхнуть А когда, как говорит Стряхивать нечего То можно и сразу На работу пойти Поэтому Ребята, а вы зарядки Кто-то делаете дома? Да Сколько минут? 15 минут максимум 15? 20, 15 20, 15 Делаешь зарядку? 5 минут Минут 5 Я, наверное, тоже Где-то 5-10 минут 5-10 минут Просто руками, ногами Помахали, подрыгали Голову покрутили Ааа, я молодец! И планка Нет Планка Сколько минут? 5 минут 5 минут Сколько минут планка? 40 минут На одном кулаке У меня было Время Вот так вот Сколько? 40? Я-то думала Сейчас я скажу Свои 9 минут Мне скажут Ааа, Света, молодец! А вот 40 минут на одном кулаке Все, Света, иди Тренируйся А ты сколько планку ставишь? Не, не ставят планки Вот так вот Я думала Чища, да? Да То есть вы поняли, что нам есть к чему стремиться, да? Что вспомнила? В планке ставим минут 9 Молодец! Минут 9 или засекала прям, вот прям четко? Молодцы! Вот, вот, берем пример с ребенка тоже, да? Вот, кстати, вот если мы про детей Если мы сейчас детей как бы привлекли На самом деле тоже большая проблема, опять же То есть, каким образом детей можно сподвизнуть занятием, спортом? Каким? Вот как замутить? Какой морковкой? Чтобы он пошел, записался в секцию, стал в нее ходить и ходил И ходил, главное, да Ну, я здесь могу, опять же, я детей, у меня детей своих нет Но вот у меня у брата трое детей, допустим Все ходят в секцию? Все занимаются, да У меня племянник в спортивной группе по плаванию Крестница моя тоже племянница в плавании занимается Все занимаются спортом Я думаю, что здесь очень важен, ну, личный пример, ну, родителей То есть нужно сейчас вот во время гаджетов, опять же Я думаю, что каждый человек может ориентироваться на свое воспитание Как он сам рос, взрослел, поэтому своих, как говорится, детей на себя можно смотреть Я думаю, что нужно, ну, вот родителям Я видел, вижу просто эти моменты, поэтому могу так говорить То, что нужно быть более авторитетней, чем гаджет Вот и все То есть, а это на самом деле сложная задача для родителей в сегодняшнее время Там платить людям ипотеку, автокредит, делать ремонт квартиры Покупать следующую квартиру, машину, они, то есть куча Это уже не до зарядок Да, не до зарядок, не до воспитания ребенка Дали ему планшет, либо телефон И, соответственно, вот И, соответственно, что остается? Им отдать только, опять же, к правильному тренеру На их счет, который будет являться правильным, с правильным форматом, как мы говорили, подачей В которой будет какая-то секция, наполненная смыслом, а не просто сухим физическим развитием Там ребенок, наверное, уже находит, как говорится, второго отца Ну, то есть, вот Или замену даже бывает А почему нет? На самом деле, мы же, опять же, подняли эту проблему, что у нас нет вот как раз после 18 лет Ведь, опять же, ты правильно совершенно сказал Каким образом взрослый может быть авторитетным для своего ребенка? Это же непреложное правило педагогики Делай, как я Ребенок смотрит на своего родителя Если родитель ходит в спортивную секцию, то добиться от ребенка того же самого гораздо легче Потому что он просто тянется за своим определяющим взрослым А если мы говорим, как ты правильно поднял эту тему После 18 лет начинается ипотека, улучшение своего жизненного статуса и прочее То понятно, конечно, чего потом от детей требуете, если они видят пример перед собой Вот такой вот живой Согласен Я бы добавил здесь еще, вспомнился мне момент Очень часто такие вопросы возникают, когда взрослые хотят заниматься Их побуждает к действиям, к занятиям, спортом Вот они приходят, мужчины, женщины, заниматься уроками самообороны в бокс, рукопашный бой И очень часто говорят, я сегодня не могу Мне надо сидеть с ребенком и так далее В то же время, в то же самое время Я не сторонник, что-то доказывать именно по этой теме, допустим У меня детей, опять же, повторюсь, нет по этому Я просто наблюдаю альтернативу Прихожу, вот ребята занимаются у нас легкоатлетикой Сергей Кубукин, у них активные... Ой, извините Сергей Кукин, Сергей Курин Сергей Курин ведет страницу в социальных сетях Они как легкоатлеты Вот приходим в зал легкоатлетического манежа Вот все взрослые, кто имеет желание заниматься, они приходят туда с детьми Вот у них двое детей, но и пришел с двумя детьми Они играют, в это время отец, либо мама бегают, занимаются Берем наш зал борьбы У нас много таких примеров Отвели либо мальчика, девочка, то есть на плавание, в секцию Пока у них есть вот эти 40 минут, они переодеваются и успевают позаниматься Не ищут никаких оправданий и так далее После этого ребенок возвращается, опять же здесь учится самостоятельности А многие другие родители говорят, ну как же так, мне надо его забрать, привезти там и прочее Голову вытянуть, высушить Вот я наблюдаю другую сторону взрослого поколения Они по-другому рассуждают, что он сам оделся, сам переоделся Сам пришел к папе в зал борьбы, дождался его 5 минут, пока он тоже оденется И они вместе пошли домой То есть это, как Сергей сказал, на личном примере Вот, я думаю, лучший пример Ну что ж, на этой светло-оптимистичной ноте, я думаю, мы сегодня закончим программу Это светло-оптимистичная? Конечно, у нас есть личные примеры У нас есть хорошие примеры семей, которые ориентируются не только на то, что там в компьютере В гаджетах напишут или совет какой дадут А они просто на свой жизненный опыт и на свои устремления и целеполагания ориентируются Я напомню, что сегодня нашим гостем был Александр Логинов И если эта тема вас как-то затронула Либо вы решили вдруг тоже с ним посоревноваться, постоять в планке Или позаниматься в зале борьбы, или поплавать, или побегать Начинайте уже прямо сегодня, не откладывайте на завтра Это такое важное дело, что завтрашнего дня может и не случиться А сегодня у вас еще есть шанс Всего доброго, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok